Всем привет! Вы видите и слышите Лёшу Халецкого, и это выпуск «Мнение дилетанта о Белоруссии». Я его назвал Лукашенко, последний диктатор Европы. Ну, собственно, это не я его так называю, а вообще такое общее мнение в Европе. Правда, к нему уже подтягиваются некоторые другие лидеры. Тем не менее, Александр Григорьевич гордо держит в руках этот почётный вымпел. И, в принципе, меня в комментариях часто просили рассказать, что происходит в Белоруссии, так как я гражданин Белоруссии, живу тут, о моём отношении к Александру Григорьевичу Лукашенко, о всей этой ситуации вообще, как тут нам живётся и прочее, прочее, прочее. Ну, ещё раз напоминаю, что я либеральных взглядов, так, на всякий случай, а то, знаете, многие сразу просто не хотят ничего слушать, ты либо им скажи, кто ты, да, и они просто никаких аргументов дальше не слушают, сразу пишут в комментариях всё, что обо мне думают, так сразу предупреждают. Но я не тот либерал, который, вот, в России многие ребята есть, которые считают, что только по-нашему должно быть и никак иначе. Это нифига не либералы. Я за честные выборы, и если люди на них побеждают, то это хорошо. Проблема в том, что этого в наших странах в принципе не происходит. И если в России ещё есть некоторая видимость политической борьбы, разных мнений, разных партий, то в Беларуси этого нету вообще. То есть у нас, например, в парламенте называется палата представителей, а белорусы её ласково называют палатка. Там сидят какие-то непонятные люди, которые, да, побеждали на выборах. Приходите на свой участок и голосуете за тех людей, которые там представлены, и победитель идёт в палату представителей. До выборов допускают вообще странных всяких людей, по мнению власти, которые это заслужили. То есть директора школ, председатели колхозов, вот такое вот, знаете, заслуженные люди Беларуси, которые, по мнению власти, могут придумывать новые законы. Вообще, давайте начнём с того, как до этого страна докатилась. Начнём с самого начала. Развалился Советский Союз, и в Беларуси образовался некий вакуум власти. С 91-го, с года объявления независимости Беларуси до 94-го, до выборов президента первых, власть была разделена между председателем правительства, и это был Кебич и глава тогдашнего белорусского парламента, ну, правда, не парламент назывался, Верховный съезд, по-моему, Шушкевич. Вот они разделили между собой власть, то есть один исполнитель, другой законодательный, но так долго продолжаться не могло, и были назначены выборы президента, на которые эти оба тоже свои кандидатуры выдвинули. Выдвинул свою кандидатуру националист Зенон Позняк, это во всех тогда бывших странах Советского Союза, республиках Советского Союза были националисты свои. Девиз для меня за все-таки был один. Для меня интересы моего народа и моей батьковщины высшайшие моих особистых интересов. И когда я эти интересы ожидаю, основным критерием для меня является правда. Я принципово не занимаюсь популизмом. Выдвинулся Александр Лукашенко от молодой, ну и два еще чувака, уже забыл, по-моему, как-то их так звали, но это вообще были аутсайдеры. Ну и вот среди этих кандидатов самый понятный был, собственно, Зенон Позняк, там белорусский язык, националист, он и набрал свои законные проценты. Кебич это шел под видом возвращения в Советский Союз, но так как он был полностью вот из коммунистической той партии, то есть он даже не коммунист, но вот этот типичный совковый руководитель. Очень много людей не хотел этого возвращения обратно. Шушкевич – представитель интеллигенции, и Александр Григорьевич – вот, собственно, молодая поросль. Я человек здравого смысла, хотел бы, чтобы и меня вы понимали. Поэтому мой девиз – это здравый смысл, который означает и в политике, и в экономике действовать от производства, от людей. И тогда придем к каким-то моделям, в том числе и по интеграции экономики и так далее братских республик. У него собралась молодая, интересная команда, там и председатель Молодеченского горосполкома Гончар, и много молодых политиков в Беларуси, реформаторов, которые реально хотели страну изменить. Вот под его флагом собралось. И он там всякие мешки картошки на съезды парламента привозил, ходил в таких пузырящихся трениках. В общем, чмо-чмом, лох-лохом выглядел. Он очень, я вам скажу, по-народному, именно поэтому во многом и вызвал симпатии народа. А когда он уже вышел во второй тур, то есть во второй тур вышли он и Кебич. И так получилось, что Лукашенко сразу набрал больше процентов, чем Кебич. И за счет этого все уверяли, что выборы честные проходят, потому что вначале было очень много сомнений, что Кебич вообще позволит там, ну, не фальсифицировать ничего, но товарищ оказался честный, вменяемый. И стало понятно, что в втором туре он, скорее всего, проиграет. И в втором туре Лукашенко набирает, по-моему, 80% практически. Но придя к власти, Александр Григорьевич очень быстро освоился на новом месте и разогнал всю ту лейку-шайку, шайку-лейку, которая привела его к власти, собственно, как и с Путиным, например, это происходило. То есть те люди, которые вели Лукашенко на олимп белорусской политики, думали, что они будут им управлять. А он сказал, хрен, ребята, идите все лесом. И первое, что он сделал, это изменил конституцию Беларуси, в которой забирается очень много власти у парламента и дается очень много власти президенту. Там были сопротивления с парламентом, они там всякие голодовки устраивали. Последний скандал разгорелся из-за того, что парламент не согласился на инициированный президентом референдум. Президент остро среагировал. Здесь президент несет 4 вопроса, как бы вы не голосовали на референдум. И этот референдум пройдет, как тут кто-то не голосовал, кто-то не хотел. К этому времени в ответ на позицию президента депутаты оппозиции объявили голодовку. Прямо в парламенте. После окончания рабочего дня сессии голодающим смогла пробиться пресса. Но ненадолго. Я прошу вас покинуть здание. Ну, что говорится, не портить между нами и вами отношения. Ну, референдум проходил там, кроме референдума по изменению Конституции, еще дополнительно было изменение флага. И такие не очень серьезные вопросы, типа как частная собственность на земле. Ну, то есть это было... Я не углубляюсь в это, я почему вам об этом говорю. Эти вопросы были специально на референдум выставлены для того, чтобы создать некий фон. Вы знаете, когда ты пытаешься что-то протолкнуть, и вместе с этим ты еще протолкиваешь вообще что-то, что людям не надо. Так вот, они будут на это концентрироваться, против этого голосовать, но зато проголосуют за то, что тебе надо. Это вот таким образом Александр Григорьевич действует и по сей день, кстати. То есть это такой хитрый жук, вы себе не представляете. Умнейший хитрый жук, то есть считать Лукашенко дураком, как говорят многие в оппозиции, это настолько странно. То есть он у власти на данный момент уже 23 года. Это не у многих так получается вообще за всю историю планеты. Так вот, самое прикольное в этом референдуме еще было то, что увеличился срок президентских полномочий с 4 лет, как было, до 5. Вот как вы думаете, вот по вашему мнению, сейчас я вам задам вопрос, вы остановите паузу и подумайте над ним. Если на референдуме голосуют за изменение конституции, на котором увеличивается президентский срок с 4 до 5 лет, а человек стал президентом в 94 году, то в каком году должны пройти следующие выборы? Кто-то, наверное, скажет в 98, потому что срок должен со следующего начинаться, да? Кто-то может сказать с 99, просто он сразу вот добавляется этот год, ну то есть так можно подумать. Фиг вам, выборы прошли в 2001, потому что Александр Григорьевич сказал, новая конституция, все обнуляется, начиная считать заново. То есть президентский срок начал считаться с 96 года. Это настолько интересный кульбит, прыжок с переворотом, что ну как-то вроде все прифигели, но так как это Беларусь, во многом съели. Но оппозиционно настроенные ребята провели альтернативные выборы президента все-таки в 90... Вот я, кстати, не помню, в 98 или в 99 они это проводили, типа не мог, не могла этот срок обнулиться, давайте в 98 проведем выборы. И они ходили действительно по домам, альтернативные эти были выборы, там среди кандидатов, по-моему, был... Вот Мячеслав Гриб точно был, а кто второй, я не помню. Это все Гончар организовывал, тот, кто был до этого соратником Лукашенко. Вообще о всех этих событиях я вам рекомендую, очень интересная книга, написал Александр Федута, который был одним из глав предвыборного штаба Лукашенко. Потом он был пресс-секретарем, ну, председателем администрации президента, по-моему, тогда в первые два года президентства Лукашенко. И после этого он ушел в оппозицию, написал отличную книгу. Лукашенко «Политическая деятельность», по-моему, ну, в общем, поищите просто Александр Федута Лукашенко, вы эту книгу найдете. Она очень написана простым языком, очень доступна, человек, который внутри, то есть, не ангажирована, по-моему. Вот там все это вначале читается. Так вот, я начинаю переходить к тому, почему, собственно, я считаю Александра Григорьевича страшным человеком. Потому что после вот этих альтернативных выборов некоторые люди, которые в них участвовали, которые показывали самую большую оппозиционную деятельность, они просто исчезли. Они не были посажены в тюрьму, они не эмигрировали, их не убили вот так, ну, на виду, как Немцова, они просто исчезли. С тех пор Александр Григорьевич периодически позволяет женам, которые выходят у нас на площади с портретами этих исчезнувших людей и требуют отпластить и поразобраться с ним, он им периодически хамски отвечает, что эти люди, видимо, с любовницами куда-то сбежали. В последнее время в центре белорусской столицы часто можно увидеть небольшую руку женщин с фотографиями мужчин. На фотографиях без вести пропавшие, известные в Беларуси люди. Вот фотография Димы. Каждый день плачет. Это вот еще мы ее поддерживаем. Не было бы у нас здесь родственников, мы вообще не знали про она. Ее уже не было. Она каждого шороха, вот я вот сколько с ней ночу, ей было плохо. Она стукнет, она не может, это Юра пришла. Как вот писал, вот, как-то слепеть, как писал, что нет человека, нет проблем. Очень похоже на 37-й год, 38-й, вы имеете эти годы, да. Очень похоже. Полное бесправие. Никакого суда, вы сами вот это видите. Исчезают люди, но не по списку, вот как там, значит, он, как это, бесправо переписки, а просто и они исчезают. До сих пор я ничего не знаю о его судьбе. Абсолютно ничего. Что случилось? Почему это случилось? Я только могу догадываться, почему это случилось? Частички крови вели вот очень вот в этом направлении. Я думаю, что не исключено, что гончар, как такая фигура, он очень сильный, он оказал сопротивлению. И, возможно, гончара сюда посадили. А также части крови были и вот в этом направлении, вот где машина стояла. Я думаю, что, скорее всего, работники милиции тоже пострадали в этот момент, потому что тоже захват был, наверное, серьезный. Ну, с тех пор лет 20 прошло. Как вы понимаете, очень странный побег для людей, да? Внезапно с любовницами сбежали, оставив всех своих семей. Есть много доказательств того, что они были убиты расстрельным пистолетом. Кстати, в Беларуси до сих пор не запрещена смертная казнь. У нас проходят казни в наших тюрьмах. Есть специальный расстрельный пистолет. И есть много фактов, что в те дни, когда вот эти пропавшие люди были, собственно, расстреляны, убиты, вывезены, и тела их потом уничтожены, чтобы невозможно было найти следов. То есть это человек, который со своими оппонентами разбирается... Естественно, это не он делает, это все понятно, но то, что он об этом прекрасно знает, то, что это было им санкционировано, это понятно. У меня даже есть такое предположение, что Александр Георгиевич психопат, в том плане, что у него вряд ли есть чувство к другим людям. Он может это хорошо показывать, но вот... Ну, хотя бы простой пример, когда вот у нас был взрыв в Минском метро, он пришел на эту станцию вместе со своим сыном, Деколаем, которому тогда лет 10, по-моему, было. Ну, это опять... это уже предположение, ладно, это я вам... это мое мнение, но я не думаю, что он действительно может какие-то чувства испытывать реально к другим людям, ощущать там любовь, доброту, еще что-то. Вы знаете, похоже, что у нас начали к этому привыкать. Потому что все понимают, что это ужасно, что вот мы живем в такой стране, и даже все говорят, что вот, да, где мы живем, вот вопрос, где мы живем. Вроде бы жить надо, куда же денешься? Вот, и все понимают, что страшно, да. Вот, например, есть подруги, у которых мужья там где-то тоже в должностях каких-то находятся дома. Даже муж, каждый говорит, что да, завтра могло быть я. На Минское кольцевое включили фонари, поэтому я буду в таком теперь загадочном свете проезжая их говорить. Немножко вернусь назад, вот к разгону президентом белорусского парламента. Во многом это смогло получиться благодаря России, как ни странно. Я не буду говорить, что Россия помогала, а в том, что произошло в России осенью 93-го года, когда Ельцин танками обстреливал Белый дом, собственно, и разгонял российский парламент. Но если в случае с Россией президент как бы выступал как либеральный лидер, да, Ельцин, получается, был либералом, а парламент был реакционным и консервативным, там эти были коммунисты в основном, он пытался назад затянуть Россию в прошлое, то в Беларуси все было наоборот. Был либеральный парламент и реакционный президент, который пришел к власти больше на лозунгах либеральных как раз. Но в данном случае реакционный только для того, чтобы всю полноту власти себе заполучить. То есть он разобрался сначала с парламентом, потом с конституционным судом, подмял под себя судебную систему, и, собственно, три ветви власти превратились в одну, которая сконцентрирована полностью в руках одного человека в нашей стране. Это произошло не сразу, но произошло. У нас чисто президентская республика с очень большими полномочиями главы государства. Кстати, у нас президент не возглавляет какую-то ветвь власти, ни исполнительную, ни законодательную, ни судебную. Президент вне ветвей власти. Он координатор этих ветвей власти. И кончилось все сейчас тем, например, что в Беларуси самый главный закон — это декрет президента. То есть там парламент может что-то придумать. Ну, парламент в этой палатке, потому что там сидят, естественно, какие-то левые непонятные люди, всякая шалупонь сбрасывается, то есть всякую фигню им принимать позволяют. А вот важные законы, которые меняют жизнь внутри страны, — это выходит декретами президента. И, например, тот же закон о тунеядстве, хоть он там и читался в палатке, какие-то там чтения проходил, это декрет президента. Или, например, из последних у нас вроде как социализм, но у нас замечательная система с контрактами в стране. То есть практически на всех государственных предприятиях, фирмах, ну, везде есть государство, там контракты только на год всегда закрепляют. На год, потом его продлевают, если ты себя хорошо вел. Еще продлевают, еще продлевают. Наверное, на полгода могут продлить. Типа как-то ты странный чувак. То есть вы понимаете, какую власть имеют те же директора над обычными людьми. И те продлевают на полгода, и у тебя уже начинается стресс. А вдруг ты уже лишишься работы, и печаль беда. Вы знаете, он меня подкупил. Он меня подкупил. Вот искренностью при общении. Вот эта искренность, она сейчас вводит в заблуждение в людей. Вот я сейчас, когда узнал, что собой представляет Александр Григорьевич, я понял, что сама форма его и содержание – это совершенно противоположное понятие. Та искренность, которой она на экране, она не соответствует внутреннему содержанию зачастую. Вот это противоречие. Он сам это осознает или нет? Да, мне кажется. Я думаю, он в меньшей степени об этом задумывается, потому что он упоен этой властью. Он упоен желанием взять абсолютную власть. И при том, я даже пришел к убеждению, что методы здесь и средства – они безразборные. Стоит поговорить и о личности самого Александра Григорьевича, потому что любой лидер страны, был бы он диктатором, королем, императором, демократически выбранным премьер-министром, он все равно пример для подражания для нации. По многому. И, например, если вот сравнивать Лукашенко с тем же Путиным, то на примере семьи президентов можно видеть, насколько это разные люди. И насколько, например, мне ближе в этом плане Путин, чем Лукашенко. Что у Путина? Две дочки, которых он в политику не вводит, они живут своей жизнью анонимно. Единственное, что вот… А это никак не афишируется, но это выбор людей, это нормально. Решил развестись с женой, они об этом официально сообщили на всю страну. Это как пример такой был. Ну, прошло и прошло. Что Александр Григорьевич? У него официально три сына. У него есть официально жена, которая так осталась жить в деревне под Шкловом. Он официально с ней не разводился, но третий сын не от нее. Причем, когда его в интервью спрашивали, откуда сын, он ответил в духе Кадырова, мол, Бог дал, это от Бога. Как Кадырова спросил, откуда у вас деньги, да, в Чечне? Это же Бог дает, Аллах дает. Хотя всем тут известно, что мать Николая Александровича Лукашенко Абельская, вот я забыл, Галина Абельская, по-моему, в то время она была дочерью министра здравоохранения Белоруссии и возглавляла президентскую лечкомиссию. В общем, служебный роман, вот Коля появился, потом она попала в опалу и в итоге кончилось тем, что она в обычной больнице, в обычной совершенно белорусской больнице УЗИ делает людям. То есть вот настолько что-то она не то сделала. Ну, рассказывали, что она приходила на совещание министерства с синяками, ну, в общем, побивал Александра Григорьева. Я это как рассказываю такие, как типа слухи, но это, знаете, Белоруссия, она маленькая деревня, это не слухи, это люди вот все это видят, рассказывают, тем более, что мы тут в Минске общаемся с людьми, которые во всех этих министерствах сидят, которые все это видят. Это не кто-то там, я где-то прочитал и вам пересказываю. Это вот такое маленькое дерево. Мы, кстати, сейчас проезжаем мимо Минска-арена, и тут вот в лесах, в Дроздах одна из резиденций Александра Григорьевича, где Коленька. Ну, вообще, Коленька живет в Старшинском городке, там ходит в школу. Изначально, как я и говорил перед этим, Александр Григорьевич выглядел таким колхозаном типичным. Я извиняюсь, Ирина, я ведь глава государства, президент дружественный вам держава, который столько денег тратит на то, чтобы обеспечить здесь российские интересы. Вот как вы можете на человека, который общество в Беларуси развернул в сторону России, который во времена Шушкевича и Познякова наших фашистов, этих националистов, наша Беларусь ведь шла на Запад торжественным маршем. Вы бы имели здесь то, что в Латвии, да и в Литве, наверное. Но вы-то здесь не имеете. Это у вас единственное окно светлое в этот западный мир, валютный мир, скажем так. Но постепенно, видимо, нашлись имиджмейкеры, которые его причесали, постригли, и теперь он такой импозантный мужчина. В самом расцвете сил, которые нравятся женщинам, выглядят очень неплохо. Но изначально, опять же, найдите фотографии раннего президентства, где он в пальто, которое ему не по размеру. Где прическа у него такая, ну он плешивенький немножко, где ему там три волосина его на эту плешку начесывали. Я согласен, что внешность для управления государством, вообще для делания хорошо работы, неважно, если только вы не супермодель. Это как пример того, что Александр Григорьевич очень быстро схватывает все важные моменты в государстве. И, ну, он в некотором роде гений, естественно. Только проблема в том, что эта гениальность идет не на то, чтобы сделать жизнь в стране лучше, а на то, чтобы максимально получить все хорошее от власти для себя. Ну и, кстати, продолжу тему его семьи. Один сынок у него, который средний, Виктор, по-моему, его зовут, он занимается лотереями в Беларуси. Представляете, какой солидный бизнес лотереи. Хотя у нас, по-моему, все лотереи должны быть государственными, но на них сидит Виктор Лукашенко. Нет, Дмитрий, Дмитриев Лукашенко. А Виктор Лукашенко это старший сын, он у нас в КГБ, ну, в данном случае он, по-моему, руководитель аналитического центра, так называемого, ОАЦ, через который идет весь трафик в Беларуси. Ну, в общем, этот парень метит на главные роли в государстве, видимо, будет передаваться по наследству, как в Азербайджане. То есть, в некотором смысле, в Беларуси установленная монархия. Анекдот был такой, что Александру Григорьевичу надоело быть президентом, коронация назначена на следующую неделю. Он и не учен, и не поэт, но покорил меня в белых цвет, веселым сказочником он, скажите, как его зовут? Ну, в общем, тут можно долго рассказывать. Что лично меня не устраивает? В принципе, я соглашусь, что для новых государств некоторый период диктатуры, он, возможно, даже и на благо. Это как консолидация общества вокруг одного человека. И вообще, практически все молодые демократии в Европе прошли через фашизм. А я считаю, что в Беларуси у нас колхозный фашизм, самый натуральный. Просто многие люди не понимают, что такое фашисты, а для них фашизм это немцы в касках, кричащие куркам леку хэнде хох. То есть даже не исследуют историю фашизма, потому что на самом деле фашизм это то, что вот в Италии было при Муссолини, австрофашизм был, венгерский фашизм, кондукетер в Румынии. Это я все еще до Второй мировой войны говорю. Это когда начинали с демократии, то люди приходили к власти и силой забирали всю полноту власти себе. И, собственно, фашизм это диктат большинства. Хотя на самом деле демократия это мнение народа всех. Это не значит, что когда большинство приходит к власти, оно гнобит меньшинство. Тем более, что при выборах невозможно практически идеально выяснить мнение всех людей. Многие не придут на выборы, многие не найдут в списках людей со сходными для себя идеями и проголосуют за каких-то близких. Некоторые голосуют просто за красивых, некоторые голосуют за клоунов, поэтому у вас ЛДПР, например, до сих пор котируется. Партия клоунов. Нафига не ЛДПР называются? Непонятно. История Германии – это слепок историю какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то процессе или в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал умножшенную Германию благодаря сильной президентской власти. Весь немецкий порядок формировался веками. И для Гитлера это формирование достигло наившей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Это интервью даже передали по белорусскому радио. Я сам его слышал, да и не только я. Но неожиданно в программе НТВ «Герой без галстука» Александр Григорьевич отказался от этих своих слов. Якобы Лукашенко когда-то похвалил Гитлера. Я об этом говорил. Это абсолютная глупость в Беларуси. Если бы я это сделал, я бы уже, наверное, давно президентом не был. Обычная фальшификация, фальшивка. Самая настоящая, сфабрикованная в Польше при содружестве нашей оппозиции и ЦРУшников и переброшенная сюда. Люди как-то не поверили? Мне абсолютно нет. Ну, это мне добавило процентов в 10 голосов, как самое малое. Меня тогда даже мороз по коже пробрал. Ну, неужели на белорусское радио пробрались агенты ЦРУ? И мнения в обществе тогда разошлись. Кто говорил, он это заявлял, а кто говорил, нет, не заявлял. Что я не заявлял? Я о Гитлере говорил. А, значит, все-таки говорил. И что конкретно? Ну, фашист был у власти. Ну, идиот самый настоящий был у власти, который уничтожил столько народа. Но объединили нацию. Объединили путем жесткой власти на этом этапе. Результат дало. Поэтому не надо упрекать меня в том, что мы хотим иметь в Республике Беларусь серьезную жесткую власть. Вот так. Как говорят в народе, если вчера ты говорил одно, а сегодня другое, то гали ты брешь. Так вот, в Беларуси колхозный фашизм. У нас были единственные реальные выборы в 1994 году. Все остальное уже было сфабриковано. Более того, последний выбор у нас результаты просто рисуются. То есть, где-то в избиркоме уже есть изначально цифры, а под них потом подгоняются все результаты по местам, где проходит голосование. Это, опять же, понимаете, все мои слова, они легко проверяются, если вы озаботитесь поиском. Вот в данном случае про рисование выборов в Беларуси найдите живой журнал «Киреев». Чувак, у него интересный журнал, что он именно посвящен выборам во всем мире. Он там постоянно рисует всякие графики, таблички, прочее. И вот про Беларусь он просто математически показывает, почему эти выборы нарисованы. Да вы можете сами это понять по той простой причине, что вот представьте, что на выборы президента Беларуси явка в районе 80%. Да даже на любые выборы в любом мире намного меньше явка, даже если они офигенно конкурентные. Даже если там непонятно, кто победит, явка все равно будет меньше. А здесь понятно, кто победитель, и внезапно 80% белорусов прутся зачем-то на избирательный участок. Хотя совершенно понятно, кто станет победителем. Вы знаете, для чего это сделано? Для того, чтобы показать, насколько много людей за Александра Григорьевича. То есть ему надо обязательно показывать, что подавляющее большинство белорусов его поддерживает. Вот, ну, одна из причин легитимности. И если придет на выборы 30%, я думаю, это более реальная цифра на самом деле, чем 80%, то ни о какой легитимности речи не будет идти. Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорю. За президента Лукашенко проголосовало 93,5%. 93,5%. Но говорят, это не европейский показатель. Мы сделали 86%. Это правда было. Так вот, что же меня не устраивает? А в том, что зачищено политическое поле полностью. И по-хорошему, все важные решения для страны принимает всего лишь один человек. Так как экономического образования у него, ну, кстати, про образование. У него два образования. Одно из них историческое. Все его исторические перлы, которые он по поводу истории выдает, это, ну, постоянно вызывает смех в Беларуси. Ну, у него очень много фраз. То есть сейчас, как только он начинает говорить без бумажки, сразу начинаются какие-то приколы. Сейчас это уже немножко поднадоело людям. Но вот в начале его президентство, например, было... Там пропадали продукты, ну, это во всех странах бывшего Советского Союза. Сначала он сказал, я все сделаю, чтобы в магазинах появились нормальные человеческие яйца. Это когда, ну, куриные яйца пропали, да? А потом, говорит, ну, через некоторое время взял... Только взялся за яйца, масло пропало. Ну, вот такое-то. Ну, это как прикольно, это ладно. Есть много косоязычных политиков. Я не считаю, что это проблема. А вот проблема, когда человек с высшим историческим образованием, например, выдает такую перлу. Чего мы стыдимся? Ну, мы жили в том государстве. И Скорена был не только белорус. Он жил и в Питере. И творил там. Это наш Скорена. Россияне с гордостью о нем говорят. Да, проблема в том только, что Франциск Скорена жил в 16 веке. 1500 какой-то. А дата основания Петербурга, я думаю, всем россиянам известна. То бишь, конец 17 века, начало 18. Франциск Скорена мог только туда на болото приехать. И там что-то творить, внезапно думая, о, а тут-то лет через 150 Санкт-Петербург будет. И таких вот именно исторических перлов, при том, что в отличие от того же Мединского, который вот недавно стал у вас доктором наук, по-моему, исторических, Лукашенко получал образование при Советском Союзе. И он закончил, я вот не помню, к сожалению, какой университет, не хочу сейчас смотреть, то есть у него историческое образование Советского Союза, действительно высшее. А потом второй у него политическое, ну, в смысле, он был политруком в армии, что-то такое. Я, простите меня за это слово, открою, скажу, немножко помешан на этом образовании. Для меня, я говорил, что, вот говорят, здоровье главное. Не образованный, здоровый человек, это здоровый дурак, я грубо говорил. Просто здоровый дурак. А здоровый дурак опасен для общества. Такой человек, который даже свои основные профессии не может вменяемо использовать, он руководит страной. У него единственная, по-моему, суперспособность, которая есть, это удерживаться, держать власть за яйца, так сказать. Он постоянно лавирует между всеми, продает поцелуи, как у нас говорится. Недавно опять дали кредит от Еврозес, то есть Россия опять спонсирует. Беларусь единственное, что сейчас может, это жить за деньги России по-хорошему. Это вот вся к чему привела политика нашего любимого президента за 23 года. И почему меня это должно устраивать? Где, то есть все какие-то знаменитые достижения Беларуси за этот момент, это скорее вопреки, а не благодаря его правлению. Тот же самый Wargaming, например, весь, все правление Wargaming практически безвылазно сидит на Кипре. Они не приезжают в Беларусь, и все деньги идут через Кипр. Потому что здесь, в Беларуси, как только ты начинаешь зарабатывать деньги, и хорошие деньги, и не приносишь в клювике правильным людям, то тебя сажают, находят предлог обязательно, и тебя посадят. Поэтому, видимо, Wargaming не трудно. То же самое касается E-Pama, еще одна огромная программистская контора, которая занимается аутсорсом, то есть большинство работников у нас здесь находится, но все деньги, все правление сидит в других странах. Сразу народ отсюда руки в ноги и быстренько уезжает, чтобы, не дай бог. И так как вначале наше уважаемое правительство не догоняло, кто такие программисты, и как можно с них деньги выдаивать, они успели свалить. А вот все остальные бизнесмены, то есть много банкиров село, и для простого народа это, конечно, вот эти барыги, они наживаются на несчастьях народа. Да, то, что он самый богатый человек, естественно, Александр Григорьевич, то, что у него счетов нету, это фиг с ним, но то, что у него резиденция по всей стране настроена, что там в офигенных часах ходит и прочее, прочее, это, конечно, он на свою президентскую зарплату купил. Недавно я встречался с одним российским журналистом, Отто Лацис, Отто Рудольфович Лацис. Толковый человек, доктор экономических наук. Мы как экономисты-экономисты очень хорошо понимали. И вот когда мы начали с ним беседу, он мне говорит, вы понимаете, мы так далеко ушли в реформах от Беларуси, что говорить о каком-то экономическом единстве не приходится. Я говорю, Отто Рудольфович, расскажи мне как доктор наук, не доктору наук, но экономисту, который жизнь не по буквару знает, в чем вы и куда ушли. И когда мы обсудили с ним проблему приватизации, он сел, задумался и говорит, да, я не представлял, что это так. А я ему показал и доказал. На таких примерах. Поэтому нет гена. И здесь нет никаких оснований говорить, что вы куда-то ушли. Если ушли, то только в сторону. И вам придется возвращаться обратно. Именно к тому вектору, от которого вы ушли. Многие россияне мне говорят, вот, я был в Беларуси, насколько у вас лучше, чем у нас, там и дороги лучше, еще что-то лучше. Но вы так говорите, знаете, как будто мы были в каких-то равных условиях изначально. Вот распался Советский Союз, и у нас абсолютно все одинаково было, а потом вот у нас стало лучше, у вас хуже. Ну, вы, не знаю, вы просто не хотите с этим фактом смиряться, что Украина, Беларусь, они все-таки другие. Они отличаются от России. И люди отличаются, как бы вам этого не хотелось. И, например, те же белорусы свою жизнь сравнивают не с Россией, а с Польшей и Литвой, для примера. И если в Литве еще так, немножко фиговат, ну, просто потому что маленькая страна, меньше народу, да, то Польша выглядит намного лучше. И, для примера, опять же, очень много людей у нас ездят в Польшу на закупы. Это не просто какое-то слово в польских... Польша нам выдает визы конкретно вот с такой терминологией. Виза на закупы. Визе прямо так написано. На закупы. И люди едут в Белосток пограничный, накупают там кучу себе всяких вещей. Это намного дешевле будет, чем в Беларуси. И возвращаются обратно. И еда дешевле в Польше, и одежда, и прочее, прочее, прочее. И выглядит Польша ненамногим хуже. Там куча этих магистралей строится. Постоянно там что-то строится. То есть развитие польское очень крутое. Мы с этим сравниваем. Хотя там тоже почему-то демократия и не пришлось диктатуру вводить. В белорусской политике нету никаких новых людей. Нету людей с новыми идеями. Это все то самое 25-летней давности, когда Александр Григорьевич приходил к власти. Все, кто хоть как-то выделяется, он их убирал. То есть в правительстве у нас сидят только приспособленцы такие, знаете, которые думают, вот как правильно хозяину надо... Точнее, сделать так, чтобы понравилось Лукашенко, а не так, как правильно, в принципе, в стране. И вся наша экономика, как я и говорил, завязана в основном на Россию, на кредиты. И самое главное, откуда берутся деньги, это от переработки российской нефти. То есть еще было несколько таких схем под видом, когда эти все переработанные материалы продавались за границу под видом растворителей. Растворителей, типа какое-то время, по-моему, года 4 назад Беларусь была первой в мире экспортером растворителей внезапно. То есть для того, чтобы не платить России пошлиной за бензин, за переработанную нефть, оно вот так продавалось. И Беларусь на эти 2% жила, так сказать. И вот все вот как-то странно, потому что никаких идей для экономики нету, а все люди с мозгами, хоть какими-то, они сразу соображают. Если у них тут что-то получается сделать, они сразу отсюда уезжают по-быстрому, потому что их могут забрать. То есть несколько глав фирм, которые программированием занимались, на аутсорс их арестовали. Действительно, в Беларуси в прошлом году было несколько таких дел. Поэтому тут либо на государство работать и получать совершенно небольшую зарплату, либо что-то создавать и отсюда быстренько ноги делать. Пока есть, да, есть парк высоких технологий у нас с налоговым послаблением для таких фирм. Но опять же, видите, за счет того, что какие-то постоянные проблемы возникают, то народ и с очень большой опаской на все это смотрит. У нас в гостях очередной кандидат президента Беларуси Александр Кукашенко. Александр, я вижу, вы пришли к нам в студию с чемоданом. Наверное, вы сейчас куда-то уезжаете. Может быть, в отпуск? Вы знаете, вы меня простите, но я никуда не уеду. Я знаю, что многие хотели, чтобы я уехал, но я не уеду. Поголь всех я не посаду. А вот тут у меня в этом чемодане досье. Досье у меня тут есть на Кебича, на Шушкевича, на Бутевича, на Гилевича и на Грибича. Простите, на Гриба. Так, на мою женцу, значит, на тёшу, на собаку и на меня самого. Короче, на всю Беларусь у меня есть такси. В общем, все будем сидеть. Точно. Естественно, Александр Григорьевич искренне верит, что он всё делает на благо страны. Проблема здесь в том, что он считает, что все, кто не так, как он, хочет сделать для страны хорошо, они враги. В реальной жизни это не так, как вы понимаете. Есть много разных способов что-то сделать. И правильно ли это, неправильно решит время. Но в случае с Беларусью, все, кто не идёт в фарватере, я хотел сказать в фарватере партии, но у нас нету партий никаких. У нас в фарватере одного человека, тот враг. Вот это самая большая проблема фашизма, собственно, и отсутствия демократии. В том, что все, кто против, они получаются враги. И для этого и надо 80% явки, куча процентов за, чтобы показать, что тут страна в едином порыве за своим дучей идёт. А те, кто высказывает, просто даже высказывает мысли против, они враги. То есть вот культивация врага. У нас в стране нету никаких оппозиционных партий. Точнее, как я и сказал, вообще нету никаких партий в принципе. То есть у нас, я уже начинал вначале говорить, что у нас в палатке сидят беспартийные какие-то непонятные люди. То есть сидят люди не с идеей, не продвигают какую-то идею развития страны, а просто заслуженные, типа такого. У нас нету никакой оппозиционной прессы. У нас, естественно, нету оппозиционного телевидения. Блин, что ищет даже оппозиционного? Не обязательно телевидение должно быть против. Оно вообще хотя бы другой владелец, негосударственного, хоть что-то такое. У нас ничего подобного нет. У нас есть одна единственная негосударственная газета «Народная воля», типа сделать таким, ну, видимо, витриной, показать, что у нас есть какая-то оппозиционность, да, типа те, кто противопоставляет. Такая полу-еще частная «Белгазета». И в принципе все. Телевидения частного нету. Ну, не считать же этим, наверное, восьмой канал, который где-то маргинальный тусуется. И у нас, в общем-то, никаких мнений отличных от того, что пропагандируется на государственном уровне, в принципе, нету. Это, конечно, это, несомненно, очень плохо. Очень плохо. Вы знаете, средства массовой информации должны быть различными. Пусть будет и государственным, пусть будет не государственным. Но то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Я, опять же, не хочу упрыкнуть журналистов, которые там работают. Они просто задавлены. Вы же знаете, что сегодня устроили реорганизацию государственного телевидения. Если ты неблагонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Средства массовой информации просто насилуются. Журналисты боятся. Они же тоже люди. Когда я на своей шкуре испытал вот это давление и отсутствие всякой возможности иметь вот это окно в мир, я убедился, что телевидение надо иметь и негосударственное, и государственное, и коммерческое. И я, будучи президентом, если так случится, никогда не буду зажимать это. Пресса это подстегивает. Все журналисты, которые здесь находятся. Журналисты российских радио. Я хочу вам сделать. Собирайтесь и уезжайте немедленно в Москву. Немедленно. Пока мы не нашли вас в мир. Я поручил сейчас управлению информацией и комитету госбезопасности найти этого журналиста, который передавал эту информацию. Об этом вам говорю прямо. Смеяться будет потом поздно. Вам никто не дал право распалять здесь тракции. Тем временем, батька вещал о прессе. В какой газете московские? В московские новости. Московские новости. Грязная такая статейка с подтекстами. То, о чем мы говорили вот так вот в узком кругу. Александр Ильич, ну ты же был интервью с диктофоном. Я же, простите, дайте мне интервью. Не надо. Я же не гляжу у вас. Я же сейчас уже начинаю смотреть в своем офисе, кто с диктофоном приходит, кто нет. Поэтому давайте будем порядочны во взаимоотношениях. И я правду сказал вам о том, что Владимир Петрович сказал. Действительно резкий у меня был с ним разговор. Мы будем, мы будем ориентировать. Я никого не буду ориентировать. Критикуйте президента, правительства. Но критикуйте конструктивность. Но почему вы на руках носите людей, которые на Лукашенко сделали свой имидж, на имени Лукашенко, на его предвыборные кампании, вылезли. Их никто не знал. Известных вам великих журналистов, которые вдруг стали журналистами, которые никогда ими не были и не обучались этому. Они у вас герои ходят сегодня. Я вам еще раз подчеркиваю, я не позволю, чтобы средства массовой информации дестабилизировали обстановку. А в Польше категорически запрещаю печатать то, о чем я здесь говорил. Для деятелей культуры существуют так называемые черные списки. Если у вас там Серебренникова судят, да, и это какой-то все-таки общественный дискурс, то в Беларуси просто на каком-то государственном уровне говорят, вот этим нельзя выступать, все это запретить и все, соответственно, им все закрыто дорогой. То есть это даже не на уровне закона, а просто на уровне того, что Пахан сказал, вот это не делать, и все. Вот этот агрогламур с белорусскими красно-зелеными флагами, которые у нас везде насаждаются, моя краина Беларусь, он как бы ни на чем не основан просто. Тут нет ни белорусского языка, в принципе, ни деятшоу культуры, по-белорусски, зараз буду разговаривать, которые бы как-то это все показывали. То есть нам просто по телевизору говорят, гордитесь своей страной и все. Ну, это не идеология, это не идея развития государства, не экономическая модель, это ничего. То есть все построено на том, чтобы один человек как можно дольше держался у власти. Не волнуйтесь, пожалуйста, о сроках президентства Лукашенко. Лукашенко будет президентом 12 лет, я уже об этом говорил. Лукашенко Бабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб О, Кашенко, О, Кашенко